Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артем. Последнее время мы постоянно говорим о новостях России. Ну, собственно, понятно, это нас больше всего интересует. Но хочется обратиться к мировой экономике, что сейчас происходит в глобальном смысле на рынке? Конечно, для функционирования финансовых рынков России важны российские новости. Не зря мы их обсуждали. Это и выборы, это и вопрос приватизации госкомпаний, нашей башнефти прежде всего. Но мы живем именно, что касается финансовых рынков, очень сильно интегрировано в мировую экономику. То есть какие бы процессы дезинтеграции не шли, какие бы границы не возникали между нами и Западом условным, в области политики, в области реальной экономики, может быть, в плане поставок продуктов питания взять хотя бы, контрсанкции. В любом случае финансовые рынки, денежные рынки, в этом смысле пока, к счастью, полностью у нас взаимодополняют друг друга и друг на друга влияют. А именно, что происходит на биржах Соединенных Штатов Америки, Европы, на лондонской бирже, то на нас влияет. Поэтому, конечно, об этом говорить стоит. Не говорили мы об этом по большому счету, потому что особых каких-то изменений не было. То есть бурный рост, который происходит на рынке фондовом, американском, на рынке акций именно, последние уже лет пять продолжается. И, в общем-то, новостью не является. Обвала нет, кризиса нового, который обычно ждут через восемь лет, а, кстати, восемь лет после восьмого года уже прошли, так же не случается. Америка живет в ожидании выборов, которые состоятся уже совсем скоро, менее-менее месяца осталось. Европейские трудности в странах Южной Европы, таких как Италия, Греция, Португалия, так или иначе решены. То есть Евросоюз в этом смысле оправдывает свое предназначение. Сильные государства, центральные и западные Европы, помогают своим соседям. Единственный вопрос с Британией еще, с выходом из ЕС. Даже если случился этот так называемый Brexit, точнее решение на референдуме было принято, по факту этот процесс еще и не запущен. Хотя да, правительство Великобритании обязано прислушаться к мнению народа, но и народ в этой ситуации может переосмыслить свое решение. То есть здесь я определенно рассчитываю на то, что здравый смысл возобладает. Все нюансы за и против будут осмыслены, и решение будет правильным. Если что-то угрожает Европе, то, наверное, это вот кризис с мигрантами, с размещением их трудоустройством и культурной ассимиляцией, которая в некотором роде вызывает проблемы, если говорить о терактах, которые были, например, во Франции. Чтобы не говорили о европейской экономике, пока основные индексы потихоньку растут, а сама она показывает небольшой рост. Недавно Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии улучшило прогноз роста крупнейшей экономики Европы в 2016 году с 1,5% до 1,9%. Сейчас не об этом. Сейчас мы о том, что же будет происходить на мировой арене с ключевыми макроэкономическими индикаторами. Это какие? Это курс доллара к евро, их взаимоотношения, их паритет так называемый. Это стоимость нефти и стоимость драгоценных металлов. Мы знаем, что когда случается кризис, системный, мировой убежищем является драгметалл, прежде всего золото, и оно дорожает. Будет ли оно дорожать в ближайшее время? Вопрос, конечно, открыт. Американские выборы пройдут в ноябре. Принципиально ничего не изменится в плане экономической деятельности Соединенных Штатов. Даже если Трамп станет? Не важно, да, совершенно верно. То есть, кто бы ни стал президентом США, политика определяется не только президентом, она определяется так называемыми монетарными властями. Это Федеральный резерв, это консорциум крупнейших банков, или, по-нашему говоря, миллиардеров, да. Поэтому здесь, в общем-то, каких-то сюрпризов, наверное, не будет. Более того, есть ожидание, что вне зависимости от результата выборов, ситуация в мире складывается таким образом, что в конце 2016 года и в дальнейшем, медленно, но верно, спрос на живые доллары должен увеличиваться. Эта валюта остается главной резервной валютой во всех мировых взаиморасчетах. Многие расчеты в стабильной ситуации производятся не живыми деньгами, а так называемыми виртуальными деньгами. Это различные производные инструменты, фьючерсы, контракты. И когда все хорошо, система в стабильности находится, не обязательно в Америке, а в других странах, наличные деньги не нужны, все друг другу доверяют. Когда где-то происходит какое-то неожиданное событие, это служит таким звоночком, что ли, и все вдруг начинают более серьезно относиться к этим виртуальным деньгам и, скажем, перекладываться в живые деньги. Вот когда спрос на живые деньги увеличивается и превосходит спрос над виртуальными деньгами, стоимость этих денег возрастает по простой причине, потому что больше эти деньги покупают. Это как обмен золотом и серебром во время военных действий. Вот очень похожий пример, да, совершенно верно. Одним словом, мы ждем того, что спрос на доллар будет расти и, соответственно, будет увеличиваться стоимость этой валюты по отношению к другим мировым валютам. Если говорить о том, как это влияет на нас, то влияние очень простое. Если доллар дорожает на мировой арене, то даже если нефть не дешевеет, то в любом случае и к рублю доллар тоже должен дорожать. Плюс, если еще на этот фактор накладывается внутренний какой-то момент, о котором мы не раз говорили раньше, дефицит бюджета, дешевая нефть, необходимость каких-то выплат по внешним долгам, которые все равно есть, в конце года так или иначе мы можем увидеть рост, обусловленный двумя факторами. А чем больше факторов обуславливает какое-то одно движение, тем вероятность этого движения выше. Ну вот я перед передачей смотрел новости, просматривал, было сказано, что российские банки стали больше покупать долларов за последний период. Согласен. Как раз таки это идет в той же самой конве, и это уже третий фактор, который я бы добавил в корзину того, что рубль в конце года должен немножечко ослабиться, а доллар, соответственно, вырасти. Два последних года валюта стабильно растет в конце года. Связывают это как с нестабильной экономической ситуацией и падением цен на нефть, так и с тем, что в конце года многие компании отдают долги, оплачивают кредиты и делают это в долларах и евро. Уже скоро Новый год, и мы будем следить за тем, как развиваются события. Ну и, конечно же, в глобальном смысле, если смотреть, сейчас, опять же, абстрагируясь от рубля, возвращаясь к мировому рынку, ситуация с нефтью может оказаться гораздо более серьезной, нежели даже сейчас имеется, да, потому что запасы мировые не истекают, уровень добычи искусственно, да, государство готово снижать, ОПЕК, там Россия готова присоединиться, но в целом это будет недолгосрочно, потому что мощности нарощены. Ну и технологии развиваются. Технологии не стоят на месте, да, сейчас нефть можно добыть там, где еще 15 лет назад было невозможно. То есть говорить о том, что запасы истощены будут, о чем нас пугали, кстати, в начале нулевых, тоже сейчас не приходится. Плюс потребление также уменьшается, потому что развиваются технологии. Есть понятие возобновляемых ресурсов, когда энергоносители, скажем, производятся из растительного сырья, например. Даже в транспорте, скажем так, направление развития электромобилей развивается. Уже и немецкие автопроизводители, традиционно консервативные, скажем, обратили на это внимание и прогнозируют даже, что к 30-му году стоит отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Если такое случится, то это не просто сигнал, но это просто революция. Это немецкая экономика стоит заметить. Конечно, но экономика, которая держится, по большому счету, на машиностроении, так или иначе за собой потянет всех остальных. Поэтому нам в очередной раз нужно констатировать, что нужно уходить от нефтяной зависимости и перестраивать свою экономику на новые рельсы. Я имею в виду глобально нашу страну. А что касается нас с вами, нужно смотреть на это все и принимать грамотные инвестиционные решения для того, чтобы наши с вами сбережения увеличивались. Несмотря на любые кризисные явления, наши сбережения должны побороть инфляцию, и увеличивать наши доходы. Спасибо большое. Ну и давайте узнаем у конституционно-управляющего Максима Миронова, как дела с портфелями на 200 тысяч рублей и на 1 миллион рублей. Здравствуйте. Продолжаем вести наши два портфеля. За предыдущую неделю мы стали в краткосрочный лом по валюте. Сейчас у нас в нашем большом и маленьком портфеле находится покупка фьючерса на доллар-рубль. Также в нашем большом портфеле мы продолжаем среднесрочно держать позиции по РДСу и нефти. Итого наш большой портфель оценивается в 1 миллион 33 тысячи 861 рубль. Наш маленький портфель оценивается в 204 тысячи 487 рублей. На этом все. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова